про волшебную пулю, связанную с выстрелом по витамину D. Не знаю, не промахнется ли Андрей Александрович Родионов в этот раз. Посмотрим. Доцент Тверского ГМУ. Пожалуйста. Добрый день. Я не ухожу из эфира, я тут. Да. Ну давайте попробуем, Павел Андреевич, начать с байки. Если вы не возражаете. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Представьте себе такую ситуацию. Шоссе Одесса-Жмеренко. Возле шоссе возникают случаи внезапной смерти мужчин. У вас уже какой-то политический пример такой. Это советское время. Мы были одна страна. Понятно. Возникают случаи внезапной смерти мужчин, в основном молодых мужчин, там, трудоспособного возраста, на фоне полного здоровья. Собственно, на вскрытии ничего нет. Кроме того, что смерть, судя по словам жен, наступила после... Говорят, плохо помню. Может быть, это байка. После чего производится расследование. Расследование выясняет, ну, каким образом это происходит. Обычно, как эпидемиолог и специалист в области общественного здравоохранения, такие вещи, это определяется серия случаев. Здесь у нас серия случаев, в общем-то, которые похожи. Начинаем искать, что у них общего. В общем, у них то, что все эти смерти происходят вдоль дороги. Вдоль дороги на незначительном отдалении от этого шоссе. Через какое-то время выясняется, что причиной смерти является витамин D. Мне это рассказывали, забыли, поэтому извините. История такая. Танкерами до порта Одессы из Индии приезжает витамин. Витамин D у нас, как известно, растворимый. Правда, существует, конечно, водорастворимая форма, жирорастворимая форма. И, поскольку он растворен в масле, то из Одессы в Шмеринку, в принципе, идет прямая железная дорога, но, судя по... Рассказчик говорил о том, что возили его туда цистернами, не железнодорожными, а автомобильными. И водители решили приторгануть в совершении экибиста. Неизвестно, один ли это был водитель или несколько водителей. Но факт тот, что, в общем-то, неплохого качества масла можно задешево продать. После чего милые дамы, которые приобрели это масло, напекли мужьям блинов. Муж отведал несколько блинов, получил сверхдозу витамина D и умер. Было ли так на самом деле? Ну, это байка. Может быть и не было, может быть и было. Правда, слишком много пугающих фактов. Придумал эту байку наверняка человек, который немножко владеет действительно эпидемиологией, действительно владеет токсикологией. А теперь, опять же говорю, за что купил, за то и продаю, а теперь немножко поговорим, попробуем пострелять по витамину D. Ну, я вам хочу сказать, что такие байки я слышал и раньше, но не про витамин D, а я слышал, например, байку про то, что в Литве массово дети, подростки, болели геморрагическим воскулитом, и из-за этого их не брали в армию. У них все время были кровотечения. Потом, правда, выяснилось, что там поля поливают против грызунов активно. Понятно, да? То есть, это непрямые антикоагулянты, в огромных количествах они потребляли. Ну, байка моя, спасибо, Павел Андреевич, уважаемый. Байка моя, она просто в тему сегодняшнего исследования. Это так, затравка. Давайте подумаем вместе, могло ли такое быть? Ну, теоретически, наверное, да. Мы знаем, что существует токсический эффект при передозировке витамина D. Единственное, что, конечно, в официальных документах фармацевтических компаний, например, вы, в общем, таких вот передозировок в разы, в десятки раз фактически не встретите. Но мы сегодня про это поговорим. А история началась достаточно давно. В общем-то, с Кристиана Эйкмана, голландского врача, профессора физиологии, который, после того, как стал врачом, вербанулся в голландскую Рустиндию, где занимался Бери-Бери. Он, правда, был руководителем лаборатории, он больше там мышками занимался, но мы же также прекрасно болеют Бери-Бери. И он вместе, и потом его последователем быстро заболел и уехал, вернулся обратно в Нидерланды, а его последователь Адольф Гильем Вондерман продолжил его исследование. Они убедились в том, что Бери-Бери не вызывается ни заражением крови, ни изменением дыхания, потоотделение температурными колебаниями. Гипотеза, правда, у них была неверная, о том, что болезнь была вызвана неизвестной бактерией, но история началась именно с этого момента. Следующим был сэр, будущим, сэр Фредерик Хопхинс, английский биохимик. В 1912 году он опубликовал работу, кстати, что касается предыдущего автора, он тоже в 12-м году опубликовал знаковую работу, которая стала отправной точкой для многих моментов. Он занимался серией экспериментов и тоже на животных, в которых показал, что диеты, состоящие из чистых белков, углеводов, жиров, минералов и воды не поддерживают рост животных. Соответственно, он предположил о том, что должны быть некие пищевые факторы, которые необходимы организму животного. Назвал он их аксессуарные. Со временем эти два товарища получили Нобелевскую премию где-то через в 29-м году Нобелевскую премию за открытие витамина. Еще одна на сегодня последняя личность это Казимиш Фунг или после его эмиграции в Соединенные Штаты Америки по-видимому Казимир Фанг так его называли, исходным польский биохимик. Он заинтересовался статьей Эйкмана про рис и бери-бери и в конце концов таки изолировал вещество, которое предотвращало заболевание у мышей бери-бери. Он считал, что это вещество по логике вещей мы бы сейчас сказали, что он должен был синтезировать тиамин, на самом-то деле он синтезировал неоцин, там оказывается у них есть перекрестная активность в отношении бери-бери. Также он предложил, сократил термин до витамина, предложил термин витамин, со временем ну как амин жизни, поскольку ходила аминогруппа, правда потом оказалось, что не везде входит аминогруппа и в англоязычной литературе вот эта конечная Е она пропала и конечная Е и теперь у нас витамин закрытым слогом заканчивается. Функу в каком-то смысле не повезло, потому что Нобелевскую премию он таки не получил в 29-м году, несмотря на то, что как бы первый витамин все-таки выделил он. Статья 2012 года это именно Функ он выпустил, разводил со своей статьей, в которой описывают, что витамины в по меньшей мере 4, один из них антибери-бери, другой антискормут, третий антипелагрик и четвертый антирахитик. И соответственно он там описывает, что заболевания, которые также могут быть вылечены витаминами. Перечисляет их Цингу, Целиакию, Пелагру и тот же самый Рахит. Еще одна персональ, я прошу прощения, совсем забыл, он в презентации тоже есть. Элмер МакКулум, я еще хотел ставить его коллегу, многолетнюю помощницу, соратницу Маргариту Дэвис, который обнаружил некое вещество, некое вещество неизвестное в масле печени трески. Причем у собак, которых кормили маслом печени трески, не развивался рахит. Вот. И предполагали, выделили после этого, выделили витамин А, предполагали, что это именно витамин А является противорахитным фактором. С другой стороны, он попробовал на тех же самых собаках вместе, скорее уже Маргарита Дэвис этим занималась, модифицированное масло печени трески, в котором витамина уже не было. И модифицированное масло также вылечило больных собак. Таким образом, они доказали, что фактор масла печени трески, который лечил рахит, отличался от витамина А и назвали его витамином Д, поскольку считали, что тут должно использоваться все буквы латинского алфавита подряд. Ну, немножечко тоже из истории. В 23-м году было показано, что облучение ультрафиолетовым светом увеличивает содержание витамина Д в пищевых продуктах и других органических материалах. В 25-м году при облучении 7-дегидрохолестерина светом образуется витамин Д3, который мы сейчас знаем как холикальциферол. В 30-м году открыта химическая структура витамина Д, в 69-м году открытый рецептор, а в школе после этого было описано преобразование витамина Д в кальцифидиол в организме, затем в кальцифидиол. И только лишь в 1980-м году, казалось бы, совсем недавно, 50 с небольшим лет назад, открыт фотосинтез витамина Д3 описан полностью в коже с помощью превитамина Д3. Что такое витамин Д? На самом деле их сейчас известно Д1, Д2, Д3 до 7, Д6 и Д7, но в общем-то основными формами это Д2 и Д3, Д2 это эргокальциферол, а Д3 это холикальциферол. Различие основное в том, что эргокальциферол это водорастворимый витамин, а Д3 это холикальциферол, жирорастворимый витамин. Справочник Видаль, обращаю внимание, интересует показания к применению. Понимаю, вы можете сказать, что показания к применению не все указаны в фармацевтических справочниках, поскольку есть бизнес, а есть прям совсем бизнес. К примеру, фирма Bayer, насколько я понимаю, не употребляет в качестве показаний для своего препарата аспирин, профилактику ишемической болезни сердца. Просто потому, чтобы это показание было вписано, про это и так все знают, а для того, чтобы его вписать в этот волшебный листочек, в список показаний, для этого надо провести отдельные клинические испытания, а нафига их проводить, если срок патентной защиты 7 лет, и сейчас любой химик может выпускать этот ацетилсалициловую кислоту, называть ее аспирин, то есть срок патентной защиты даже на название аспирин, истек, не разумеется, никто этим занимался. Ох, это неправильно все не так. Во-первых, аспирин не работает, это доказано, да? От него нет никакого эффекта. Во-вторых, мы сейчас об показаниях. Показания обнимаем. Во-вторых, значит аспирин, это было название немецкое, которое после войны было дезавуировано, и аспирин выпускался фирмой Bayer американской, выпускался французами, выпускался в СССР, и все под названием аспирин. И потом уже где-то в 90-е годы, на моих глазах это все было, я просто немножко это все наблюдал, они отобрали право на название аспирина, и теперь аспирин выпускается только одной компанией. Все остальные выпускают ацетилсалициловую кислоту. А, еще англичане выпускали, больше никто не выпускает сейчас. Так что насчет патента на название точно не так. Название осталось за компанией Bayer. А вы знаете, Павел Андреевич, где был изобретен аспирин? Ну, сейчас могу наврать, но не очень. Мне интересно. В аптекарских складах в городе Москва, это именно Bayer's склады, за несколько, в конце 19-го века и дважды он выходил на рынок. Первый раз как противотуберкулезный препарат, но быстро был оттуда убран, и впоследствии только в 1912-м году он вышел как препарат с нынешними показаниями. Ну, относительно с нынешними, скажем, жаропонижающими и так далее. Ну, все-таки, если вы позволите, вернемся к витамину D. Да, 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 Это же вы на Bayer прискочили, я же. Да, 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 да. Профилактика рахита и остомоляции детей и взрослых, профилактика заболеваний, связанных с недостаточностью или дефицитом витамина D3 у здоровых детей и взрослых без врушения всасывания, профилактика рахитой доношенных, в общем, вы все сами видите, ничего тут такого особенного-то нету. И плюс лечение заболеваний у новорожденных детей и взрослых на фоне нарушения минерального обмена у пациентов старше 45 лет, в случае длительной мобилизации при травмах и так далее, поддерживающегося терапевисту пороза и лечения гипопартериоза. Но если мы посмотрим, к примеру, есть ли рекомендации, что по этому поводу говорит национальность у здоровья. Национальность у здоровья в Соединенных Штатах на одной своей сайте говорит о том, что недостаток витамина D может привести к заболеваниям костей, таким как остеопороз или рахит. Также витамин D играет роль в нервной, мышечной, иммунной системах. Ваше тело естественным образом его вырабатывает при воздействии солнечного света. К тому же есть продукты богатые витамина D, это яичные желтки, морская рыба и печень. Кому может понадобиться дополнительный витамин D? Пожилым людям, младенцам, находящимся на грудном скормлении, людям с темной кожей, ну, то есть не политкорректно это негр, поскольку меланин, который в коже у него находится, препятствует образованию витамина D в коже. То есть, если он будет жить в наших условиях с достаточно небольшим количеством солнечных дней, то имеет право в принципе недостаток, некий недостаток витамина D быть. Также при заболеваниях печени, муковисцидозии, болезни крона, также при ожирении или перенесшей операцию шультирования желудка. Я перепровел, я честно говоря, думал, что это действительно и перенесшая операцию шультирования желудка, но нет, здесь именно или. сейчас объясню, почему вообще вот об этих показаниях. Обзорчик, систематический обзор, старенький, достаточно, 2014 года, да, написано, что он устарел, однако обновления этого обзора, они как-то вот как-то не случились пока еще. Можно считать его достаточно неплохим, потому что он заказан правительственными организациями и возможно там не поучаствовали производители витаминов, если мы говорим Big Pharma, Big Pharma может быть в отношении к витаминам тоже. Так вот, этот обзор говорит о том, что связь концентрации 2,5 OH витамина D в сыворотке крови это та самая история, то, что мы сейчас используем в качестве маркера для того, чтобы определить действие человека недостаток витамина D или нет. Итак, связь концентрации вот этого маркера в сыворотке крови, наличие, получение, считай, добавок витамина D, потребление кальция или комбинации витамина D с потреблением кальция с различными результатами для здоровья были непоследовательны. То есть взаимосвязи нет. В 2014 году мета-систематический обзор достаточно крупный, который заказан был относительно незаинтересованными организациями, показывает о том, что никакой взаимосвязи нет. И вообще, там одно из вещей в том, что может ли вообще этот 2,5 OH витамин D являться маркером недостаточности. Это вообще вопрос тоже такой скользкий. Там есть корреляция, но она не очень правдоподобная. Надо читать этим, надо заниматься. Возможно, что-то... во всяком случае, понятно, почему он устарел. Потому что он говорит о том, что витамин D никому не нужен. Ну да. Хорошо. Наверное, я с вами соглашусь сейчас посмотреть. Немножко другое посмотрим. Что до сих пор, несмотря на все перипетии, наверное, лучшее руководство по профилактической медицине, это все-таки американские и канадские. Я больше люблю американские в том смысле, что они короткие, короткие, канадские руководства, они такие вот растекающиеся мысли, мыщие по древу, иногда мучительно читать их. Так вот, это свеженькое руководство 21-го года. То есть, обновление, в принципе, как бы должно бы уже быть, но не обязательно, что оно будет в этом году. Итак, здесь рекомендации. Что рекомендует в отношении витамина D? Агентство, соответственно, Task Force US Preventive Services. То есть, в отношении только бессимптомных людей, которые проживают в общении, не беременные и взрослые. Рекомендует, значит, это агентство приходит к выводу, что нынешних доказательств недостаточно для оценки баланса пользы и вреда скрининга на дефицит витамина D у бессимптомных взрослых. Я считаю, что тогда, пользуясь вашим подходом, это тоже устаревшая информация? Я вам, что да. Оказывается, в Соединенных Штатах скринировать людей, которых нету симптомов на уровне витамина D, вообще-то не имеет смысла. Интересно. Тут плохо видно, но я сейчас скажу, в чем смысл. Это первые две страницы поисков в гугле витамин D на русском языке. Тут у нас витамин D помогает при сирице недостаточности, связь между дефицитом витамина D и сердечно-сосудистыми заболеваниями, какой уровень витамина D опасен для сердца, имеется в виду низкий уровень. Дефицит витамина D и сердечно-сосудистая смертность, как и так, разные разнузданные вещи. Я просто думаю, что здесь не так, не укладывается в голове это. И тут же иду продолжение справочника видали той самой статьи. При передозировке анорексии, тошнота, рвота, головная боль, нарушение деятельности сердца. Вот вспоминается мне вот эта баечка про смерть вдоль шоссе Одессы Жмерик. И дальше. С осторожностью при атеросклерозе сердечной недостаточности органических поражений к сердцу. Вот где тут на самом деле как вот эти взаимоисключающиеся параграфы в голове должны укладываться, я не очень представляю. Я вам скажу, видаль больше выходить не будет, поэтому не переживайте. Это исчезнет. Это, наверное, причина. Возможно, что это причина, а может быть нет, может быть следствие. Нет, это крайне сообщение от видали, я просто, я без шуток. Да, спасибо. Фактически, что у нас сейчас происходит? У нас сейчас идет некая, не скажу, что совсем разнузданная, но достаточно активная, агрессивная реклама, добавок, по меньшей мере, с витамином D. И если наши люди все-таки в какой-то своей части уже настороженно относятся к БАДам, то идет обработка со стороны врачебного сообщества, она продолжается. Мы будем опять на те же самые грабли наступать? Ну, не знаю, посмотрим. Просто вот с этого года публикации прошелся, посмотрел. В принципе, я по сути все сказал. На самом деле, если у вас нету симптомов, которые, если у вас нету рахита и нету симптомов дефицита витамина D взрослого, то витамин D по крайней мере не полезен для вас, а скорее всего будет вреден, как все жирорастворимые витамины. Еще 20 лет назад, 30 лет назад, да, еще 30 лет назад в детских садах у нас использовалось каратолиновое масло. Каратолиновое, да, это красноватое такое для того, чтобы детям готовить еду, поскольку оно обогащено каротином. Каротин тоже у нас жирорастворимый, предшествия жирорастворимого витамина А считалось, что это полезно, пока не появились публикации о том, что это по крайней мере не полезно, скорее всего, даже и вредно. Так что жирора выглядели загорелыми, кожа окрашивалась, красноватый цвет. Красивые детки. Итак, из свеженького, влияние добавок витамина D на уровень фактора роста фибробластов в сыворотке крови 23 года. Мета-анализ, сфотический обзор и мета-анализ с рандомизированным контролемым экспатомином. Тут ДО и есть, если не верите, можете посмотреть. В целом, наши результаты не показали никакого значимого влияния приема витамина D на концентрацию фибробластов в крови. Аутоиммунные заболевания, статус витамина D и риск нейромиелита оптического спектра, систематический обзор и мета-анализ. Текущие результаты исследований не свидетельствуют о причинно-следственной связи между уровнями 2,5 OHD в сыворотке крови и началом неренедит оптического спектра. Влияние на ОРВИ статья эффект ежедневного употребления витамина D на риск инфекции верхних дыхательных путей у взрослых старшего возраста атомизированно контролируемые исследования пожилых. Опять ДОИ приведено. У пожилых людей, не страдающих от дефицита витамина D, его назначение не снижает риск заболевания. К теме переломов шейки бедра. Влияет ли дефицит витамина D на функциональные исходы при переломе шейки бедра. Метаанализ коготных исследований. Сразу оговоримся, коготные исследования это, как правило, доказательно на уровне доказанности это несколько ниже, чем эксперимент. И в данном случае, когда вот на тоненького у нас мы должны все очень красиво и точно рассказать, скорее всего, метаанализ коготных исследований может дать нам смещенный результат и, конечно, все бы надо было это проверять в эксперименте. с переломом шейки бедра я себе представляю рандомизированные контролируемые экспериментальные исследования. Но что есть, то есть. Итак, устанавливается заключение автора, заключение тех людей, которые проводили этот метаанализ. Не было существенных различий способности ходить или продолжительности пребывания в стационаре между пациентами с дефицитом витамина D и без него. Оказывается, здесь не работает. Вернее, минуточку, работает. У пациентов с дефицитом витамина D были значительно худшие функциональные способности и качество жизни. То есть, вот в отношении этого и только в отношении этого. Но это же дефицит. дефицит может вызывать неприятные ощущения. А почему бы нет? Еще одно шикарное исследование. Ну, ковид дал нам массу материалов. Заключение десятки тысяч, по-моему, 30 тысяч обследований. В течение периода наблюдения у группы с дефицитом витамина D был более высокий риск первичного исхода, имеется в виду смерти, чем у контрольной группы. А теперь обратите внимание на относительный риск. 1,122. То есть, да, он статистически значимый был более высокий, но в одном случае умирали там 10 человек, а в другом 100 человек, а в другом 101. Именно вот таких, о таких величинах. Причем доверительный интервал там вообще стремится к единице. На тоненького, на тоненького, просто на грани статистической значимости. За счет того, что огромное количество обследованных, вот так оно получается. Да, статистически взаимосвязь. Она есть, она значимая, но насчет клинической взаимосвязи, вот мы к этому стремились на самом деле. Дальше. Пациенты с недостатком витамина D имели также более высокий риск попасть в реанимацию. Ну, посмотрите, еще поменьше даже на самом деле эффекта. Госпитализация, ну, чуть побольше. Госпитализация это такая штука, которую, ну, критерии ее могут измениться в течение исследования, раз это к 15 или 20. Надеюсь, что, конечно, этого не происходило, исследование проведено по одним критериям, как это и положено, но кто его знает. И смерти от всех причин, но не постковидного синдрома. То есть, мы видим с вами, что на самом-то деле как бы и здесь влияние какое-то есть, но вот влияние настолько незначительное, что, наверное, ну, рассматривать его грешно. Но еще раз я обращаю внимание, что речь идет о больных с доказанным дефицитом. Да. То есть, это не всем подряд с ковидом давать витамин? Ну, насколько доказанным? У них проверим. Доказанным я тоже не знаю, потому что кто этим так занимался на 30 тысячах. Именно этим маркером. А? Маркером доказанным. Опять же, нам другие авторы говорят о том, что можно ли говорить о том маркеру, сомневаются. То есть, то ли мы измеряем, а не измеряем ли мы в данном случае температуру тела барометром. А такой запросто может оказаться. Но кто наживается? Ну, мы прекрасно знаем, что витамины действительно массово производятся в Азии. То есть, давно, много десятилетий назад производство пришло в Индии в основном. Потом стали уже, когда индийский рабочий немножко подороже стал, стали свозить тоже в другие страны. Там производится в огромных количествах, оттуда развозится по всему миру. И стоят они, соответственно, копейки совершенные, любые витамины. А вот лекарственные формы тех же самых витаминов производят Big Forma, назовем так. На самом деле, есть производители, топовые, мировые производители лекарственных препаратов. Их тоже, там, ну, думаю, что меньше, там, не больше сотни, а таких самых топовых, там, меньше десятка, которые производят из этого свои лекарственные формы и продают их очень сильно задорого. То есть, в данной ситуации мы платим за то, что эти препараты смешаны в некой пропорции, использована высокотехнологичная процедура для того, чтобы они друг с другом не ругались, поскольку любой поливитамин, это, в общем-то, по большому счету, полипрагбазия со всеми оттуда вытекающими последствиями, в том числе, с нарушением всасывания, в том числе, с нарушением разных других вещей, с возможным потенциальным взаимодействием лекарственным, в данном случае, витамином. Ну, еще последнее время подтянулись производители БАДов, они тоже витамин Д, благо, произвести его, в общем-то, это несложно, купить его, тем более, за копейки, вообще, ничего не представляет. А регулируются БАДы совсем по-другому, и, в общем, тут можно фактически деньги делать из воздуха. Есть еще третий момент, есть страны, ну, в частности, Соединенные Штаты, например, где в отдельных местах фортифицируются продукты витамином Д, прежде всего, это касается молока, в Канаде, например, той же самой, ну, и некоторых других витаминов, то есть, мне очень бы хотелось владеть фирмой, которая получает заказы от правительства на фортификацию продуктов. Это очень такой вечный бизнес, и, в общем-то, всегда будешь с кусочком хлеба и даже, наверное, с икрой. В принципе, в принципе, на этом я бы закончил, наверное, ну, еще хочется одну баечку рассказать. Я тут наговорил разных вещей неприятных. Когда я был ребенком, маленьким совсем еще, был достаточно давно, моя бабушка работала санитарочкой в сельском, в сельсерском, акушерском пункте. Вот. И в качестве витаминов, ну, во всяком случае, когда я угостил у бабушки летом, раз в месяц я съедал упаковочку из 30 дрожжей эрго-кальциферола. И вот, как-то вообще ничего не заметил, никакой интоксикации, никакой смерти. Ну, это просто затравка для разговора. А так, спасибо за внимание. Андрей Андреевич, наверное, возразит мне сейчас. Спасибо. Да не, а что возражать-то? Тут уже возразили, что тяжело быть умным. Они-то ждали, наверное, что вы будете хвалить витамин Д, а мы их не похвалили его. Ах, как обидно. Так, как профилактика остеопороза? Насчет профилактики остеопороза, на самом деле, он не работает. Если посмотреть вот в последние исследования. Вот как профилактика остеомоляции, это да. Если мы рассматриваем эти вещи как разные, а в принципе, мы должны рассматривать их как разные. То есть, остеопороз не всегда присутствует при этом остеомоляции. Так что вот, мы видели даже сегодня исследование о том, что эта вещь не всегда при остеопорозе помогает. Во всяком случае, клиническая, во многом клиническая тяжесть остеопороза обусловлена в том числе и переломами шейки бедра. Вот при переломе шейки бедра не помогает почему-то. Казалось бы, что остеопороз, мне кажется, это из другой оперы никакого отношения к витамину Д не имеет. Да? Это соотношение остеобластов, остеокластов, нагрузок и так далее. Как только вы нагрузки снижаете с костей, то все начинает ломаться и разрушаться. Мы переоцениваем вообще вот эту минеральную составляющую в организме. Мы как-то к ней относимся, прямо так вот добавил туда чем-то, и оно само. Да ничего подобного. Там везде биологические реакции. Все реакции регулируются не витаминами, не минералами. Мы сегодня слышали, прошу прощения, сегодня слышали про поваренную соль в очередной раз. Я когда слышу про поваренную соль, у меня начинает выделяться слюна, как у собачки Павлова. Мне хочется, появилась идея, не поговорить ли нам вообще про артериальную гипертонию, вот чего-то, следующей пулей, одной из следующих пуль. Что-то там столько вопросов, там столько чертей в этом омуте сидит. Ну, давайте, можно поговорить про гипертонию. Ну, посмотрим, если будут желающие. Я, когда вел студентов, это было давно уже, больше 30 лет назад, я всегда начинал занятия по гипертонии с определения. Ну, они мне все старались рассказать определения, я им всегда говорил, артериальная гипертония, точнее, гипертоническая болезнь остана была, это помойная яма, в которой сваливают все, о чем ничего не знают, в которой есть один только признак, это давление. Все остальное, это совсем разные заболевания. Ну, ладно. Контролировать ли уровень витамина Д в крови или нет? Ну, если вам нравится барометром измерять температуру, то тогда можете контролировать. Я бы не стал этого делать без каких-то четких показаний, а четкие показания это клиника. Если здоровый человек, ну, зачем лишний раз его трогать? Что мы хотим у него найти? Если мы что-то очень тщательно поищем, скорее всего, найдем. Оно нам надо. Ну, там хуже, что вы что-нибудь найдете, а потом начнете искать что-нибудь другое, а вслед за этим третье, а потом пятое, десятое, вы будете ходить и спрашивать, а что это такое? А как мне это объяснить? А никак. Надо меньше делать анализов. Что делать пациентам с фиброзной дисплазией костей? Ну, точно не с витамином Д. Витамин Д в данном случае, насколько я смотрю, результат своего поиска тоже не особо эффективен, но обещаю перепроверить. Вот это вот отдельный узкий вопрос, на который я не готов ответить со всей пролетарской прямо тримотой. Еще раз, смотрите, я совершенно четко могу сказать, что все эти заболевания никакого отношения ни к минеральной плотности, ни к кальцию, ни к витамину Д не имеют. Это совершенно другие заболевания. Поэтому витамин Д тут точно совершенно ни при чем. Так, целесообразность при назначении витамина при сахарном диабете. Вот примерно такая же. Надо ли его назначать при сахарном диабете? Не надо его назначать при сахарном диабете. Какое имеет отношение к сахарному диабету? Клинического сахарного диабета. Это, кстати, очень интересная тема. Нам тоже надо как-нибудь пулю закатить в эти ворота. Считалось, что витамин Д сильно поражает почки. Ваше мнение? Это описано во всех фармацевтических справочниках, в том числе и в Видали, написано, что витамин Д при хронической передозировке поражает почки. Ну, там, прежде всего, мультикальная болезнь, но могут быть и другие разные неприятности. Так что все правильно. Витамин Д при ковиде назначают сплошь и рядом. Вы знаете, при ковиде назначают все, поэтому народ и дохнет, как мухи при ковиде. Особенно, если вы в больницу попадете, то кран-то и вам настанет. Я вам сегодня рассказывал про мальчика, вот мальчика едва не убили в больнице, только вы должны понимать, что ему уже было выписано направление на тот свет. Родители его вырвали из больницы, вырвали буквально со скандалом. Сейчас они спрашивают, надо в суд подавать. Я говорю, что вы подадите, что вы там добьетесь, ничего не добьетесь. Перекрестите, что вам удалось его вытащить оттуда. Не подскажете, какая обстановка с мекоплазной инфекцией в Москве? Обостренная. Много очень мекоплазной инфекции, она течет иногда с высокой температурой, с потением, с кашлем. Но если у вас есть какие-то вопросы по респираторной инфекции, я напоминаю, что у нас есть медицинское бюро, медикейс, вы всегда можете зайти, там бесплатно можете пройти все тесты, ну тест-опросник на инфекции, понять, о чем идет речь. Но я вас предупреждаю, что если вам там опросник дает возможность ковида, да, вот мы вчера как раз это с Андреем Александровичем обсуждали, то это скорее всего ковид, потому что вот у меня сотрудник наш, не знаю, может здесь присутствует, он говорит, вот у меня отрицательный ПЦР на ковид, так ПЦР положительный в 40% случаев ковида, а в 60% отрицательный, а наша система дает 89,5% точности при постановке диагноза просто по наличию тех или иных симптомов и по их взвешенности с помощью математики, в этом разница, когда вон там чуть-чуть я посмотрел, конечно там ковид, 100% никакой это не грипп, вот, но микоплазма, я напомню, что она требует длительного лечения антибактериальными препаратами, ну, я обычно азитромицин использую, но мне сейчас говорят, что очень много устойчивых форм при азитромицине, поэтому, может быть, если у вас не получается за два дня убрать хотя бы лихорадку, надо переходить на какие-то другие препараты, но если я правильно понимаю, с ними не очень все хорошо, в том числе в Москве, вот, но я напомню еще, что при микоплазме лечении две недели антибактериальной терапии, микоплазма сидит внутри клетки, ее оттуда ничем не вытравить, и нужно, чтобы антибиотик был всегда, когда она выходит из клетки, чтобы он ее зажал, убил. Так, повторите, пожалуйста, название опросника, это называется медицинское бюро Павла Воробьева, туда заходите, там висит опросник, сейчас выложу там ссылку, раз вы даже не знаете, у нас все тут знают, у нас же общество, у нас все друг друга знают, поэтому, так, как же назначать витамин D, если есть его дефицит и поражение почек, не, ну подождите, если есть поражение почек, поражение почек это что? Гломерал нефрит, пил нефрит, аденом простаты, все поражение почек, мы говорим о том, что передозировка витамина, когда он не нужен, называет камнеобразование, ну там, насколько я помню, основное это камнеобразование. Первоначально, а потом там разночено? Ну, потом понятно, там можно запустить все что угодно, вот, но если у вас есть дефицит витамина, клинический только, не лабораторный, лабораторный не годится, потому что у нас в лаборатории врут, как не знаем что. Вильпрофен в коробке на 5 дней, значит, пить 2 стандарта, я не очень понял, к чему это вопрос. Ну ладно, оставим его без ответа. Хорошо, тогда мы с вами сегодня заканчиваем нашу осеннюю сессию высшей школы терапии. Мне очень приятно, что на ней присутствует огромное количество постоянных слушателей, люди приходят одни и те же, ну, не все ходят каждый раз, но тем не менее, все-таки это достаточно устойчивая группа Джонсон Медицин Микоплазм. Слушайте, я не знаю, ну, смотрите по дозам, доза стандартная, там ничего особенного нет. Вот. В начале января, я думаю, мы сделаем отчет по работе нашего общества. за прошедший год оно достаточно хорошо поработало, много всего провело, с огромным количеством различных знаний мы познакомились. Мы продолжаем развивать наше медицинское бюро, оно работает, оно функционирует, доктора в нем консультируют, больные, как я вам все время рассказываю, у нас очень, ну, я, конечно, рассказываю только о сложных и тяжелых, вы понимаете, что основная масса все-таки это обычные больные, но даже если сложные, мне особенно приятно сейчас вот этот мальчик, его мне передали, по-моему, через треть или пятые руки, ну, отец рассказывал, что мне этот сказал, этот сказал, этот сказал, что вот, ну, все-таки над Коврабьевым. Я, правда, пока не готов его ожидания оправдать, но всему приятно, что люди знают и распространяют эти знания. Хорошо, вам всем здоровья, с наступающим Новым Годом, я очень надеюсь, что у нас будет снежный Новый Год, хотя я посмотрел предварительные прогнозы плюс шесть, это кошмар. глаз. Продолжение следует...